Это Енисей! Это Красноярск! Это День города! Вот такие они наши без 10-400. Яркие, задорные и очень веселые. Настоящая добрая сказка. Следуя за белым кроликом, говорят гостям на одной из площадок. И взрослые, и дети с удовольствием примеряют на себя роль Алисы в Стране Чудес. А где-то рядом бежит за своими подданными Красная Королева. Да-да, такое тоже бывает. Ее Величество не задерживается. Она немножечко опоздала. А вот и еще одно завораживающее действие, которое приводит в восторг и взрослых, и ребятню. Мыльные пузыри, которые можно лопать и лопать. И пищать от удовольствия. Здесь правда круто, потому что здесь мыльные пузыри, и они не так большие. С немейшим восторгом и степенные взрослые прыгают через огромную скакалку. Но разве это не здорово вспомнить школьные годы, когда на каждой перемене то же самое происходило в коридорах, а потом и во дворах. Десятки лет прошли, а навык не потерян. Давно у нас в скакалочки не прыгали? С лет 16 точно. Очень понравилось. Хорошее мероприятие. Центр давно не выбирался, что здесь в принципе не пройти, не проехать. Это оказывается столько нового, столько интересного. Очень хорошо. Нового действительно очень много. Тут огромное количество детских локаций. Хочешь прыгай, хочешь ползай, хочешь рисуй. Да и бабушкам малышей тоже было где попрыгать. Фитнес-клуб на свежем воздухе в самом центре города. Будете в порядке! А еще можно было на 5 минут стать телезвездой. На площадке нашего телеканала любой желающий мог рассказать о погоде. Для этого специально привезли настоящий студийный суфлер. Интересно, что даже взрослые и серьезные мужчины с удовольствием вставали перед камерой. Кстати, у них отлично получилось. Сегодня в день рождения Красноярска в городе ожидается ясное солнечная погода. Плюс 28-30. Поздравляю красноярцев с сегодняшним праздником, днем города. Ну и хорошо было, нормально. А еще сегодня можно было порисовать, чем бы вы думали, скотчем. Огромное полотно полностью заняли красочные творения красноярцев. Удовольствие получили и любители живой музыки. Для десятка городских коллективов «Проспект Мира» стал концертной площадкой с благодарными слушателями. Это потрясающе, особенно вот этот ансамбль просто отзывляет. Наши друзья за границей уже все на прямом эфире. И лайкают, лайкают, лайкают. У нас есть таланты в мире, и это радует. Поздравить Красноярск с днем рождения пришли и временно исполняющие обязанности губернатора края Александр Ус и помощник президента России Игорь Левитин. Они с удовольствием прошли по центральной улице города, посмотрели локации и, конечно, пообщались с горожанами. На проспекте Мира, который сегодня стал пешеходным, раскинулись больше 50 различных площадок. Так что скучать было запрещено. Да и просто некогда. Везде можно было найти занятия по душе. Если большинство праздничных локаций временные, то вот этот подарок красноярцам ко дню города останется с нами на долгие годы. Так что вновь ощутиться в детстве можно будет в любое время, причем в самом центре города. Алина Штоколова, Алексей Гусев, Енисей. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова